Всем снова доброго утра. Я рада приветствовать нашу гостью сегодня, Яна Старожко, победительница конкурса фестиваля «Крым в сердце моём» в номинации «Крым в объективе». Это очень интересная номинация. Доброе утро, Яна. Доброе утро. Мне кажется, тебе с утра просыпаться вообще не новая такая практика. В школу, наверное, приходится рано просыпаться. Но мы тебе очень благодарны, что ты сегодня к нам пришла. Мы очень рады тебя видеть. Для телезрителей напомню, что буквально на днях 7 декабря прошёл фестиваль-конкурс детского творчества «Крым в сердце моём». Я предлагаю и нам вспомнить, как это было, и зрителям посмотреть. У нас есть небольшой сюжет. Конечно же, наша съёмочная группа побывала на этом мероприятии. 7 декабря в Государственном академическом музыкальном театре Республики Крым состоялась торжественная церемония награждения победителей Республиканского конкурса детского творчества «Крым в сердце моём». Организатором мероприятия традиционно выступило Министерство образования, науки и молодёжи Республики Крым. Конкурс «Крым в сердце моём» проводится ежегодно и успел приобрести широкую известность в среде талантливых и одарённых детей полуострова. В проекте 2018 года приняли участие более 25 тысяч детей возрастом от 7 до 18 лет со всех регионов Республики. Конкурс охватил все возможные направления детского творчества. Юные крымчане состязались в шести номинациях. Гала-концерт фестиваля «Крым в сердце моём» прошедший в музыкальном театре стал итогом соревнования, начавшегося 1 сентября и длившегося без малого 3 месяца. Для того, чтобы поблагодарить детей, педагогов и наградить самых талантливых, в зале театра собрались видные деятели культуры, искусств и политики Республики Крым. Главное наше богатство – это наши дети. У нас нет неталантливых детей. У нас сейчас в школах учится около 200 тысяч, каждый ребёнок талантлив. Задача педагога, задача учителя, родителя, педагога до образования – просто увидеть эту звёздочку, этот талант, эту способность и раскрыть. Открывая этот праздник, я всем им хочу, и вам, и родителям, и детям пожелать, чтобы ваши дети нашли себя, чтобы вот эти вот таланты не пропали даром, чтобы мы видели потом, каким образом они себя реализовали. То ли в творческой жизни, то ли они стали художниками, писателями, технологами, но всё вот это позволяет им стать личностями, свободными, раскованными. Телерадиокомпания «Крым» всегда поддерживала творческие начинания юных жителей Тавриды. Исполняющий обязанности генерального директора компании Дмитрий Штейн был удостоен чести вручить награды победителям в номинации «Крым в объективе». Телерадиокомпания «Крым» уже много лет поддерживает наши крымские таланты. Мы очень гордимся этими ребятами, которые делают просто иногда уникальные вещи. Мы готовы поддерживать этих ребят, готовы приглашать их в эфиры, готовы размещать их работы у нас в эфире, чтобы их творчество видел весь Крым и не только. И сам конкурс, и гала-концерт прошёл на самом высоком уровне. В зале не осталось равнодушных зрителей, так же, как и не осталось ребёнка, который после участия в проекте «Крым в сердце моём» не поверил бы в свои силы и не захотел достичь большего. В холле театра была организована выставка работ. Гости с восхищением смотрели на произведения рук юных крымчан, которые, повзрослев, несомненно, станут славой и гордостью родной земли. Ну, конечно, абсолютно потрясающее мероприятие. Прошло огромное количество детей, горящих глаз. Ну, это невероятно на самом деле. Ну, 25 тысяч участников. Ты победительница. Ну, как вообще такое произошло? Расскажи, Крым в объективе. Это вообще вы представили видеоработу свою. Что это за видеоработа? В качестве кого ты там принимала участие? Я была в качестве ведущей. Я рассказывала о Салгире. Темой, задумкой вообще, было рассказать о том, что нам известно, что такое Салгир. Это река, протекающая в Крыму. Но нам неизвестно, какие достопримечательности находятся вдоль Салгира. Я об этом рассказывала в своем видеоролике и получила первое место. Я бы хотела поблагодарить Веру Александровну Паутову за то, что она меня пригласила поучаствовать в программе. Мне очень приятно. Это мой дебют на телевидении. Также, что я хочу сказать. Я бы хотела поблагодарить еще раз Министерство образования и Дворец детского и юношеского творчества за то, что организовали «Крым сердце моем» конкурс, где 25 тысяч школьников смогли проявить себя, реализовать себя, показать свои таланты и свои способности. Также, я хотела бы поздравить Дворец детского и юношеского творчества, так как в этом году празднуют свое 95-летие удачи, процветания и дальнейших удачных проектов. Мы, конечно же, присоединяемся к этим поздравлениям, но вот эти искренние благодарности, это говорит лишь о том, что действительно такой конкурс, такой фестиваль, он необходим для того, чтобы дети могли себя реализовывать. Это прекрасно, это очень-очень хорошо. Но ты вообще девушка очаровательная, талантливая и очень активная. У тебя в твоем блоге ВКонтакте каждый пост – это участие в каком-то мероприятии, это какая-то олимпиада, это поездка на какое-то мероприятие, лагерь детский, еще что-то, еще что-то. Невероятное просто количество. Ты баллотируешься в президентский совет школы, мы тоже знаем об этом. Ну давай расскажи о вот буквально самых недавних, самых таких событиях, в которых ты принимала участие. Ты ездила, да, на какие-то мероприятия? Расскажи. Осенью я поучаствовала в финале всероссийского конкурса «Земля талантов», посвященному столетию комсомола. Я получила гран-при, высшую награду, личный из рук Геннадия Зюганова. Очень приятно. Также я стала вице-президентом по итогу голосования, тоже как бы хорошая новость для меня. И 24 декабря я планирую, и не только я, еще 40 детей от Республики Крым, поехать на президентскую елку в Москву. Это то, что предстоит. Да. Замечательно, будем держать за вас кулачки, чтобы вам там все понравилось. Это на самом деле грандиозное событие, президентская елка. Уверена, что эмоции у вас будут самые невероятные. Ну вот ты говоришь, победила, ты вице-президентом школы стала. А с какой программой ты баллотировалась? Очень интересно прям послушать. У тебя была наверняка какая-то предвыборная программа. Что ты планируешь изменить в школе? Есть какие-то у тебя цели, идеи? Начну с того, что мы планировали сделать, моя команда планировали сделать школьное телевидение. Так как его не было, мы его планировали сделать. Грандиозный школьный такой проект. Также мы планировали сделать, развить РДШ в гимназии. Сделать команду РДШ, которая участвовала бы в проектах. Была бы, наверное, городской отряд, экологически, возможно, или военно-патриотически. Посещали бы различные хосписы, то есть ветеранов. Помогали бы сиротам. То есть вот в таком плане. Также такой из ярких пунктов это школьные дискотеки. Обычно все говорят, что школьные дискотеки, все их как бы предлагают, но никто ничего не делает. Наша команда решила немножко изменить и преобразовать школьные дискотеки в масштабные мероприятия. То есть позвать лучших диджеев Крыма. Лучшая музыка, то есть аппаратура. Все будет. Это замечательно. Неудивительно, что тебя выбрали, потому что программа очень насыщенная, очень хорошая. Более того, вы благородные цели преследуете. Это прекрасно. Я тебя еще раз поздравляю с этой победой. Крым в моем сердце, Крым в объективе. Большая молодец. Дальнейших творческих успехов. Но я могу сказать, что практически коллега. Могу же так обращаться. Приходи к нам в гости с новыми своими победами. Тебе всего самого хорошего. Спасибо. Я напомню, что Яна Старожко у нас была в гостях. Победительница в номинации «Крым в объективе» конкурса «Крым в сердце моем». Мы дальше продолжаем. У нас хронограф о событиях и датах, которые подготовил этот день в истории. Продолжение следует...